В Африке совсем скоро может разгореться новый конфликт, который, возможно, втянет в себя сразу несколько стран и минимум полмиллиона человек. Причина конфликта – гидроэлектростанция. Постройку планируют возвести в Эфиопии на реке Нил. Однако, по некоторым мнениям, электростанция может обезводить Нил и доставить множество неприятностей для египтян. В уже далеком 2011 году в Эфиопию запланировали к постройке проект, ранее недопустимый по размерам для страны – ГЭС Великого Возрождения Эфиопии. По планам проектировщиков, такой станции хватило бы, чтобы обеспечить недорогим электричеством всю страну. Также электростанция предоставила бы возможность продавать излишки энергии для стран-соседей. Доступ к большому количеству дешевого электричества даст возможность индустриализации эфиопской экономики. Сейчас это в основном аграрная страна. Есть дешевые трудовые ресурсы. При наличии энергетических ресурсов там можно создавать современную промышленность, достаточно эффективную, достаточно конкурентоспособную. Сложность заключается в том, что построить ГЭС планируют на русле Голубого Нила, тем самым создав трудности для Судана и особенно Египта. Эфиопия намеревается заполнить водохранилище за три года, а это грозит Египту дефицитом в 25 миллиардов кубометров воды и, как следствие, голодом. Как заявили представители Египта, из-за постройки станции миллионы рабочих мест будут потеряны. Тысячи гектаров походных земель исчезнут. Площадь обрабатываемых земель увеличится. Стоимость импорта продовольствия резко возрастет, а урбанизация будет стремительно расти. При тех объемах водохранилища, которые предполагает заполнить Эфиопия, Египет реально будет испытывать огромный дефицит воды. И если будет не хватать воды для орошения, это значит, что сельское хозяйство Египта очень сильно пострадает. Ну а, соответственно, пострадают люди, которые занимаются сельским хозяйством. Они будут лишены источника дохода и источника питания. На данный момент в Египте и Эфиопии идут массированные пропагандистские кампании друг против друга. Как недавно заявили представители Эфиопии, Каир угрозами пытается отнять у других стран право пользоваться собственными водными ресурсами. Египет же со своей стороны уже пообещал не допустить запуск электростанции любыми способами. И именно эти действия и можно назвать как возможное начало Первой Африканской войны. Составлять прогнозы о том, кто, с кем и когда будет воевать пока рано. Однако, если все же конфликта не удастся избежать, то участвовать в нем будут явно больше двух стран. На стороне Эфиопии возможными союзниками выступят Кения, Джибути и Сомали. Существует также вопрос, на чьей стороне выступит Судан, так как он стоит посередине Эфиопии и Египта. К слову, Египет имеет одну из самых сильных армий в Африке, если не сказать самую сильную. А если вдруг победа не будет получена сразу, то на помощь придут братья по вере из Ближнего Востока и Ливии. Конечно же, не стоит забывать и о возможном вмешательстве других держав. Очень сложно спрогнозировать, как пойдут события и кто на чьей стороне в этом смысле выступит. Важно еще будет, на чьей стороне выступят крупные державы, имеющие свои интересы в Африке. И Соединенные Штаты, и европейские страны, Турция, Китай, Индия, Иран. Поэтому я не думаю, что сейчас можно давать какие-то прогнозы. Надеюсь, что удастся крупномасштабной войны избежать по этому поводу. Пока что рано судить о том, что может случиться. Однако, прогнозам экспертов, в конце 2020 года в мире сможет случиться очередной военный конфликт. На территории, где проживает свыше 300 миллионов людей, или почти 15% населения Земли. Лев Диденко. Универ. Ньюс.